Для творческого человека всегда важно иметь листочек и ручку под рукой, ведь ты заранее не знаешь, когда понадобится записать что-то важное. Порой самые полезные мысли приходят даже во сне, поэтому нужно быть готовыми к таким неожиданностям. Вот и я не исключение исправил. Сразу интересные идеи не записала, потом муза повторно их вряд ли принесет. И сиди, вспоминай, что там было такого интересного и не вспомнишь. А сколько таких случаев за день? Сяду посмотреть видосики на ютубе и снова озарение. Куда бы записать? Как всегда под рукой не оказалась листочка, хоть на лоб пиши. Блин. Или позвонит кто-нибудь с вопросом, есть ли записать номер, диктую. А ты такая, ага, записываю. Да-да, пишу. Вот на такой случай нам нужен блокнотик. Такой, чтобы и в сумке помещался, и желательно симпатичный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, эта идея мне по душе. К работе. Из белого картона вырезаем такой формы две детальки. Это обложка блокнота. Придаем одной из картонной заготовки вид арбузика. Я использую цветную бумагу. Заменить ее можно обычными красками для рисования, или фломастерами, либо карандашами. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Свои ответы оставляйте в комментариях. Как видите, из цветной бумаги я вырезала элементы дольки арбуза и приклеила их на картон. Обложку пока убираем в сторону. Сделаем тетрадочку, то есть внутреннюю часть блокнотика. Из белых листов я подготовила такие двойные листочки для моего блокнотика. Теперь склеиваем их между собой по стороне сгиба любым канцелярским клеем. Старайтесь склеивать листочки максимально ровно, чтобы блокнот получился аккуратным. Тетрадочка готова. Что дальше? А дальше заклеиваю корешок блокнотика полосочкой зеленой бумаги. Можно использовать декоративный скотч, например, или белую бумагу. Затем приклеиваю картонные заготовки обложки непосредственно на саму тетрадочку с лицевой и с задней стороны. В завершении заклеиваем обложку со внутренних сторон блокнотика в начале и в конце. Для этих целей можно использовать белую бумагу или цветную, а также упаковочную. И для скраббукинга бумага подойдет. Ну и все, яркий компактный арбузный блокнотик готов. Он без труда поместится даже в самую небольшую сумочку. И выручит вас в любой нужный момент. Вернемся к пасхалкам с предыдущего видео. Первую пасхалку я спрятала здесь на моменте 0.0.16. Сейчас программа покажет победителя. Ею стала Мэнни Ван. Вторую пасхалку я разместила здесь на моменте 0.3.25. Победила пупырочка Куирочка. Поздравляю победителей. Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. В этом выпуске мои приветы уходят. Настя Зефир, Мэри Супер, Анастасия Армеевой и Улянки Совушки. В следующем выпуске я тоже передам привет первым четырем, кто попросит об этом. Пиши свои пожелания в комментариях. Возможно, именно ты услышишь привет для себя в следующем выпуске. Пришло время нового конкурса. Победитель получит такого милого белого мишку, серебряные сережки в виде сердечек, упаковку полубусин для творчества и жидкий глиттер фиолетовый. Условия участия описаны под видео. Имена победителей я оглашу 27 марта в моей группе ВКонтакте. И если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. Мы рады тебе в нашей дружной творческой семье. До новых выпусков и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!